мои хорошие доброго времени суток меня зовут ринг соколова я рада что вы зашли ко мне сюда на канал сегодня у меня как вы поняли будет видео собиралка из названия видео и сегодня я буду вместе с вами делать макияж перед вами я практически из голой кожи я сделал уход навела кудри как и что я делаю эти кудри чем у меня есть тоже видео ссылку оставлю в инфобоксе на это видео и то чем я делаю сегодня у меня будет видео я не визажист да я проходила курсы визажа но я не визажист практикующий в общем вам буду делать вместе с вами макияж как я это все делаю будем с вами болтать немножечко о нашем женском буду вам показывать какие-то продукты свое мнение о них поэтому если вы любите такого рода видео присаживайтесь будем с вами делать макияж я буду делать макияж вы будете смотреть может быть вы тоже будете делать макияж в общем давайте как-то время проводить благотворно и полезно я думаю что вот в эту тему когда я буду снимать такие подобные там видео об уходе за собой либо макияжные видео буду пытаться поднимать какие-то такие более интересные темы для нас девочек для нас всех принципе девочек и мальчиков потому что вы знаете то что я увлекаю сексологии психологии поэтому я хочу с вами на эти темы разговаривать но сегодня наверное будет тема о нашем женском таком наболевшим материнском и вы же даже сказала девочки напишите пожалуйста у вас такое же бывает в осенне-зимний период особенно в осенний период когда ребенок только идет школу он у вас здоровые там либо в садику на здоровье все хорошо приходит оттуда с соплями с кашлем вы его пролечиваете опять он уходит и этот бесконечное постоянное становление иммунитета которая меня немножечко уже достала потому что кирилл у меня технично как он у меня идет идет в школу он у меня раз в месяц прокашливается вот вот идет сопли которые у нас стекающие по задней стенке дают кашель который мне уже изрядно надоедают и я уже даже его в поликлинику не таскаю потому что знаю как его лечить вот так как я делаю вот эти кудри я оставлю видео в инфобоксе я снимала отдельное видео то и чем и как я делаю эти кудри обязательно проходите посмотрите думаю для вас это будет тоже интересно вот и поехали с вами уже делать сам макияж потому что я хочу сегодня еще снять видео о покупках я много интересного чего приобрела и хочется с вами об этом сегодня поговорить так что первым делом я всегда я не знаю почему у меня привычка это укладывать бровки я не скажу что мне какие-то жесткие бровки какие-то они у меня своеобразные или какие-то не такие обычные брови но одна особенность у меня есть у меня вот здесь вот волоски которые торчат вот так вот таки вверх поднимающиеся поэтому мне нужен гель для того чтобы их и выравнивать сразу скажу всем девочкам мальчикам вы должны знать то что у нас в принципе лицо симметричные брови у нас разные поэтому это имеет место быть я училась на бровиста поэтому эту информацию я знаю и так брови я оформляю всегда своим любимым гелем от арт визаж вот так вот это все приглаживаю стараюсь сейчас его максимально долго держать чистым поэтому у меня есть старая упаковка от арт визаж гельчик щеточкой где как вы видите она очень сильно грязная и я когда оформляю бровки там гелем либо для бровей либо карандашом потом прочесываю вот эта щеточка это мой лайфхак чтобы просто вот этот гельчик был максимально долго чистым ну не знаю мне так хочется итак давайте мы с вами наверное сделаем выровняем тон мне этого крайне хочется сегодня у меня тон будет от его мозаик это у нас идет флюид тач это крем флюид который дает и мотирование и сияние он идет у нас у меня в пятом оттенке и он натуральный знаете что я скажу вам за него я вначале думал что это будет максимально бюджетный крем вот ну для использования если понравился но и вот здесь его 15 миллилитров и цена в магазине у него получается около 700 рублей поэтому не очень тонный бюджетный получается итак я всегда наношу кисточкой вначале а потом распределяю спонжем для макияжа это мне так удобнее мне так нравится я не наношу тон как я уже множество раз говорила на все лицо я наношу именно на те проблемы проблемные участки где мне хотелось бы скорректировать цвета цвет и выровнять тон то есть я не делаю маску макияжную и стону то есть на это полностью не знаю хорошо это или плохо но это имеет место быть у меня сейчас такой вот спонжик не знаю снимал уже видео выкладывала сюда на канал откуда и что он у меня нет так я вы сюда обязательно закружу у меня столько информации лежит на диске отснятых видео но почему-то наступает иногда такой период жизни когда у тебя материал отснятый но совершенно как-то не получается его смонтировать и выложить не знаю почему но вот у меня сейчас последний год такая вот ерундистика так тон выровняли поехали делать макияж дальше хотя знаете вот я поняла что мы творческие люди я себя к этому отношу у нас иногда бывают такие периоды когда нам хочется просто тишины тишины в действиях тишина в поступках когда мы можем перегорать кстати гель у меня для бровей от бренда faberlic я не знаю снимал обзор на него или нет ну так вот нам иногда творческим людям хочется какой-то знаете такой просто передых тишины и восстановления теперь понимаю поэтов почему они всегда куда-то убегали уезжали и как-то оставались одни и один на один со своими мыслями потому что в голове иногда творится такое что становится прям найти не по себе прикольный кстати гель видели как он классно хоп-хоп-хоп заполняет что-то у меня там снизу упало прикольно да все вместе вот это вот бровь и это классно отрастила что мне очень нравится ее вид она такая у меня прям бровь бровь и такая внучка брежнева сразу же видеть отсвечивает сейчас это буду все еще корректировать буквально немножко наносим на щеточку и пошли наносить у меня передо мной зеркало поэтому я смотрю туда отлично это кончиком еще так чипом 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 довожу мы не все все и больше ничего не нужно он кстати этот гель еще немножечко фиксирует если бы он еще был водостойким цены бы ему не было а так он не водостойки к сожалению хотя я с этим гелем даже плавала какое-то время на бровях держится для бюджетного геля сетевой косметики это очень даже достойный продукт мне нравится продублировала бы я его еще раз да продублировала потому что он имеет место бы и вот так вот старую щеточкой блин капец какая она у меня широкая по сравнению с этой вот это вот асимметричность да не знаю как на камере сильно не сильно смотрится но я щас наверное буду ее корректировать палочкой потому что мне кажется вот эта бровь прям очень активная как гель читали стал мне кажется с бровками и разобралась поехали дальше так ресницы для ресниц я буду использовать у меня есть две бюджетные туши 1 прям очень бюджетная другая средняя такой ценовой категории либо дорогой люксовый я наверное сегодня буду использовать вот эту вот тоже сейчас я накрашу и к вам верну и снять обзор на вот эту тушь тушь от бренда белор дизайн это самая дешевая тушь которую я встречала за последнее время один глаз я накрасила ей я не скажу что я от нее в восторге но она имеет вместо быть я взяла на пробу потому что многие девочки просто обижают от белорусской косметики она знаете такая вот если у вас от природы хорошо завитые реснички она в принципе вам их подчеркнет подчеркнет она может мазать кстати капец кого-то все ресницы склеила где у меня старый проверенный лайфхак разделение ресниц лабонервами смотреть потому что я сейчас то буду разделять все иглой у меня ресницы сейчас таком странном состоянии поясню почему я ходила к нашему местному мастеру по завивке ресниц ламинирование ресницы я к ней сходила и с первого раза у нее совершенно ничего не получилось мне завить просто но от слова совсем то есть у меня ресницы что до что после они вообще никак не поменялись позвонила сообщил придешь я опоздала на 10-15 минут ко времени потому что кирилла возил школу и в итоге она сделала мне один глаз так вот этот глаз она мне переделала вот этот глаз у меня как был так и остался я сразу на него решила сделать как вы видите если ресницы от природы не завитые они просто будут темнее чем есть на самом деле а если от природы ресницы завитые сейчас мы с вами посмотрим что из этого будет а все будет очень даже хорошо вот и все отлично будет смотреться я всегда говорил если ресницы классная природы завитые длинны то вы можете пользоваться самой недорогой туши главное чтобы она у вас не вызывала аллергии и все а если у вас от природы прямые ресницы но как вы видите результат вот они мои от природы естественные ресницы а вот на завитых ресницах смотрится поэтому фильтруйте все что вам говорят многие девочки у них от природы классные ресницы они берут бюджетные туши и красят ими говорят вау ух ты как классно нифига не ух ты не классно самая классная тушь для моделирования для меня лично сейчас осталось и но с моими ресницами может справиться только дуршо она сейчас будет больше 3000 это прям напрягает поэтому я решила попробовать вот это потому что все говорят что белорусская косметика прям творит чудеса творит она чудеса только на классных ресницах прокрашиваю реснички снизу потому что я это делаю так ну что следующее я знаю что я делаю так как я делаю и многие вообще скажут ты делаешь все через выворот на выворот но через шиворот на выворот но я как делаю макияж так я вам его и показываю так как у меня сегодня будет видеосъемка я хочу еще станировать свет век потому что мне просто хочется вы слышите как он у меня кашляет кирюх слышно вам нет у меня сейчас две в ходу палетки одна у меня от его мозаик другая мэйбеллин нют это у меня я не знаю там за нее там какая-то палетка все ее знают но я не скажу что я от нее в восторге мне просто было любопытно ее попробовать и у меня один оттенок здесь выпал как вы видите по ямочке какими оттенками я пользуюсь раз два три четыре это мои ходовые оттенки которыми я пользуюсь потому что они более такие нюдовые для меня я не любитель слишком сильных цветов в общем я взяла сейчас вот это вот сейчас буду тонировать века выравнивать его чуть-чуть добавляю буквально сияние чуть-чуть я не люблю шиммерные тени как-то я не знаю у меня не очень хорошие с этим ассоциациям хотя может быть когда не придет вперед когда я буду пользоваться шаверными тенями и по нижнему веку обязательно так и делаем потому что следом у нас будет другой оттенок другой оттенок у меня наверное будет вот этот вот этот либо я сейчас еще возьму для перехода вот этот вот оттенок да наверное на восьмом удача стать они эти немножечко схожие цветовая гамма сушки но я и съемщик макияжей да но я и съемщик макияже конечно но это моя собиралка поэтому поэтому делаем так вообще вам меня обидно так сейчас я придумал лайфхак вот так лапочку надо выкрутить с этой стороны будет электрический свет с этой дневной что-то мы с этого с вами получим так как у меня нависшая века я никогда не закрываю глаз для того чтобы сделать и так и немножечко я сделаю наверное бронзовый оттенок сейчас вам покажу какой вот такой вот оттенок я сделаю чуть-чуть в уголок не знаю там хочется кстати вот тени мэйблин вы все знаете то что они дико крошится это прям дико раздражает наношу это все кистью синтетической но несмотря на это очень сильно крошится это прям аж бесит прям аж раздражает да уже прям все таки смотрите как сильно отличается если реснички подняты вверх класс сразу такой открытый и когда реснички не очень вверх сразу такой унылый видите уголок глаза один смотрит надо почищать надо почищать все с этим мы доделали еще одна кисточка потому что я хочу светлый оттенок самый светлый оттенок в палетке от мэйблин вот этот вот нанести под бровку мне кажется это так визуально приподнимается правда его еще нужно умудриться нанести я вообще хочу все вот эти вот бюджетные палетки уже по убирать потому что от них нет никакого не эстетического не физического удовольствия не в пользование объясню почему потому что они крошатся они выглядят вот не понять как и лучше взять одну хорошую палетку осталось только выбрать какой взять и пользоваться ей ежедневно регулярно это порнография и уже куда-нибудь убрать можно нанести еще вот сюда вот но при моем строении глаз сюда не особо нужно наносить так следующее следующее у меня есть цветной карандаш от вивьен сабо синим оттенки я щас буду рисовать и вот так вот матушка мой скашлялся весь лекарства таблетки ему дала я пошла снимать для вас видео так теперь будем делать контурирование мне кажется очень плохо макияж это знаете вот наверно во мне говорит перфекционист либо человек не знаков назвать людей которые всегда нужен во всем порядок перфекционист ожидает вот такие педантные люди вот я тот перфекционист педантный человек который всегда за то чтобы был порядок у меня даже специально здесь полотенчика лежит и когда я использованные кисти и все что-то макияжа у меня есть я их сюда складываю потом сразу же на мой хорошо да так как у меня проблемная кожа я все кисти после макияжа сразу же мой итак следующий этап это у нас будет контурирование контурирование буду делать палеткой от бренда его мозаики очень сильно люблю вообще мне нравится симпатизирует бренд его мозаик потому что во первых это российский бренд во вторых достаточно есть хорошие продукты которые можно по выбирать у них и мне нравится эта палетка сейчас мне подходит потому что я еще немного под загорелая пользоваться я буду вот этим оттенком для контурирования он такой тепловатый то что мне нужно и тем самым я экономлю бронзеры и то есть мне не нужно дополнительно наносить бронзер кисть у меня из натурального ворса и пошли делать контурирование контурирование делаю по форме своего лица и так как мне нравится многие делают как-то специально какие-то техники выбирают я выбираю так как я вижу свое лицо и в принципе когда я делаю даже макияж и кому-то я делаю согласно вообще как человеку будет хорошо не больше не меньше то есть мы смотрим макияж это всего лишь подчеркнуть какую-то индивидуальность и все так как я сейчас до сих пор не подстригла челку нужно скорректировать будет логик потому что у меня здесь есть определенные особенности от моего папы это вот это вот в-образная здесь прозрачный пушок растет и его не видно вот он вот он пушочек его не видно и все равно кажется как будто бы тут залысины ну ладно ничего с этим не поделать пусть это будет так как будет несмотря на то что были тени и я все равно делаю легкое контурирование ну и конечно же чуть скулы можно еще остатками носик хотя он у меня маленький под губой это кстати подумала о том что я хочу сделать себе губы но знаю что тот кто начинает делать губы он в это попадает и уже не знает как этого от этого избавиться и потом только убирание хирургическим путем идет геля который значит может мигрировать я еще стесняюсь наверное делать губы и так в этой палетке еще есть такой вот хайлайтер он такой цвета шампанского очень деликатный но сегодня я хочу сиять сегодня я буду сиять и сегодня я буду наносить хайлайтер моим любимым средством моим любимым средством от сода где кисть которой я буду наносить давайте вот этой кистью для контуринга мы нанесем и будем наносить мы это деликатно сейчас излишки все на белое полотенце я вам потом поставлю вставку как выглядит мое белое полотенце которая здесь у меня лежит как я на него вскидываю все остатки продукта и так наносим щедро хайлайтер потом вот так вот все это вбиваем в кисть с ворсом мы не стряхиваем отбиваем туда и пошли сотворять магию смотрите опа опа для того чтобы просто нам здесь 10 раз туда не макать можно еще вот сюда добавить усиленный блеск обязательно над губой потому что я хочу визуально увеличить видео и все ну и конечно же губы еще накрашу ну это будет попозже и так для того чтобы чувствовать себя уверена во время съемки вообще я всегда использую метеориты от герлен и сегодня будет не исключение они вообще магические какие-то я их люблю я не знаю может быть это предрассудки но у меня к ним такая любовь что мне нужно каждый раз ими воспользоваться наверное я сделаю румянец румянец у меня будет от clorins кто-то говорит clorans я называю clorins это мое право и так румяна-румяна-румяна-румяна я буду носить какой правильно вот такой свечка подобной у меня оттенок такой нежно-нежно розовые это абсолютно матовые румяшки я чуть-чуть сюда буквально добавлю и все я надеюсь то что я это видео смонтирую я очень на это надеюсь и и выложу все еще следом это все это собственно говоря вот такой макияж у меня получился бюджетными и бюджетными продуктами если вам понравилось такого рода видео конечно же поддержите меня пальчиком вверх вы очень сильно поможете моему каналу и если вам нравится такой формат болталка давайте тогда мы с вами будем брать какую-то тему мы ее будем здесь обсуждать точнее я буду обсуждать вы потом будете свое мнение высказывать в комментариях и будем снимать видео может быть будем тестировать какие-то новые продукты ухода либо макияжа еще чего-то с вами была ваша ирина к соколову увидимся в скором будущем новом видео не забудьте подписаться и